В эфире программа новости дня в студии Даниил Добрин. Здравствуйте! О событиях региона готовы рассказать корреспонденты ОРТ. Спонсор выпуска клиника Варикоза.нет. Если вас беспокоят отеки и тяжесть, если вы замечаете покраснение, синеватые звездочки или венозную сетку – все это признаки Варикоза. В клинике Варикоза.нет. проведут диагностику, поставят диагноз и назначат индивидуальную программу лечения. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов. Ну а сейчас к новостям дня. Вот некоторые темы выпуска. Паводковая ситуация на контроле. В Оренбуржье поочередно закрывают движение по подтапливаемым мостам. Пройти обследование в Москве. Оренбургский областной суд рассмотрел ходатайство адвоката о назначении дополнительной экспертизы, обвиняемому в убийстве врача. Утомляемость, сонливость и снижение работоспособности. Как восстановить организм после зимы? Какая погода ждет оренбуржца в ближайшие выходные, расскажут синоптики областного гидрометцентра. Паводковая ситуация на контроле ответственных служб. С утра понедельника в Первомайском районе перекрыты движения через реку Чаган. Связано это с подтоплением моста, находится который в трех километрах от автодороги Красная Яганова. Переправа закрыта на время прохождения ледохода и весеннего паводка. С 11 марта запрещено движение автотранспорта и через реку Таловка, что находится также в Первомайском районе. Накануне введен запрет движения по понтонному мосту через реку Илек на нулевом километре автодороги Покровка-Дивнопольная в Солилецком городском округе. На время весеннего половодия мост будет демонтирован, сообщают в Министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта области. С 11 марта закрыт мост и в Акбулакском районе через реку Белая. В продолжении темы. Прекращено движение на участке дороги М5 Урал в Тотском районе. Причина все та же – паводок. Касается это участка автомобильной дороги подъезд к селу Медведка. Будьте осторожны. Свыше 250 населенных пунктов во время паводка попадают в зону подтопления в Оренбургской области. Такой прогноз представил Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты региона. Опасаются ли оренбуржцы большой воды, узнала моя коллега Диана Кузимбаева. Село Подгородняя Покровка. Здесь к весеннему паводку начали готовиться заблаговременно. Еще осенью в исправное состояние привели ливневки. Сейчас их расчистили, и талые воды не скапливаются. Как говорят местные жители, обычно, если воды очень много, заходят в подвалы ближе к концу месяца. Сейчас вот кто еще стоит. Я сегодня только в погреб лазил. Вроде еще пока спокойно. Тем более, в этом году лоток здесь проилет. В зоне особого риска улица Набережная и Ноябрьская. Частные дома здесь находятся в нескольких метрах от реки Каргалка. Несмотря на это, собственники территории говорят, что вода подходила к домам последний раз несколько лет назад. Как сообщает и администрация сельсовета, в этом году разлива реки не ждут. У нас вот, если только талые воды, подтопятся подвалы в домах. А такого вот подтопления грандиозного с реки Каргалка такого не будет. А так мы постоянно на контроле. 24 на 7 работники благоустройства, администрация. График дежурства составлен на телефонах, техника всегда готова. Если вдруг где-то подтопление и техника, и помпы, все у нас готово для откачивания воды. В Департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты области сообщают, в зоне подтопления могут оказаться более 23 тысяч жителей Оренбуржья. Всего на территории области в 257 населенных пунктах, попадающих в зону затопления и подтопления, могут оказаться более 23 тысяч человек. 42 низководных автомобильных моста, более 15 социально значимых объектов, 3 объекта экономики. Ежегодно в зону негативного воздействия паводковых вод, помимо населенных пунктов, попадают территории дачных массивов. На территории 42 садоводческих товариществ Оренбурга, Бузулука, Оренбургского района, круглогодично проживает более 1300 человек. Надеется на лучшее, но готовится к худшему. Ответственные службы рассматривают несколько вариантов развития весеннего половозья. А вот бдительные жители некоторых районов города давно успокоились и верят, что большая вода для них уже в прошлом. Так считают местные в поселке Кузнечный. Уже 20 с лишним лет не было паводка. Вы никак не готовитесь? Даже и не думаю. Вот только снег откидать, чтобы немножко вода уходила и все. Тем не менее, в региональном МЧС сообщают, звонки о подтоплении уже поступают в единый диспетчерский центр. Сотрудники дают рекомендации о своевременном реагировании. Во избежание подтопления жилых домов, надворных построек, приусадебных участков, своевременно уберите снег с прилегающей к дому территории. Очистите канавы, водосбросные и водопропускные трубы, расположенные поблизости от вашего дома. Не выбрасывайте за ограду мусор и не допускайте засорения естественных протоков талых вод. Помните, самым эффективным способом защиты от наводнений является эвакуация. Из-за повышения среднесуточных температур и осадков на территории Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов произошло подтопление территорий в 13 субъектах. По данным МЧС России, в 22 населенных пунктах страны остаются подтопленными 41 частный жилой дом и 10 участков автомобильных дорог. Первые весенние паводки на территории России под контролем спасателей. Но ситуация меняется каждый час. Специалисты напоминают, в случае ЧС следует отключить газ и свет, собрать документы, теплые вещи, сменное белье, аптечку и незамедлительно покинуть помещение. Диана Кузимбаева, Алексей Назин. Новости дня. К другим темам. Денис Тучин утверждает, что не помнит, как убивал врача Елену Федорову. Преступление, которое потрясло своей жестокостью, произошло 2 августа. Оренбургский областной суд рассмотрел ходатайство адвоката о назначении дополнительного психолого-психиатрической экспертизы в Москве. Жестокоубийство 25-летней девушки-терапевта произошло 2 августа в подъезде пятиэтажки по улице Волгоградской. Правоохранители насчитали 49 на живых ранения на теле жертвы. Подозреваемый был задержан по горячим следам, помогая раскрыть преступление камеры видеонаблюдения. Обвиняемый утверждает, что момент убийства не помнит. Эту версию он вновь подтверждает в суде. Дену свою признаете и чем можете объяснить? Ничем. Где не помню. Но вы раскаиваетесь? Первая психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемого была проведена в Оренбурге в августе прошлого года амбулаторно. Однако адвокат Дениса Тучина посчитал ее недостаточной и обратился с ходатайством о назначении стационарной экспертизы в столичной клинике имени Сербского. Первая экспертиза амбулаторно показала, что он ограниченно меняемый. Поэтому мы заявили ходатайство о проведении стационарной экспертизы, чтобы установить все фактические обстоятельства, мог ли он руководить своими действиями, а не совершить преступления и осознавать фактический характер своих противоправных действий. Прокурор не стал возражать против ходатайства стороны защиты. Поддержал адвоката и суд. 28-летнего Дениса Тучина ждет конвоирования в Москву в психиатрический институт имени Сербского, где он будет наблюдаться медиками как минимум месяц. Если столичные психиатры признают подсудимого нуждающимся в принудительном лечении, то фигурант дела может задержаться в закрытом учебном учреждении надолго. Впрочем, и в противном случае за убийство с особой жестокостью Денису Тучину грозит пожизненный тюремный срок. Александр Криволапов, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Сейчас прервемся, и вот о каких темах расскажем далее. Не переключайтесь. Утомляемость, сонливость и снижение работоспособности. Как восстановить организм после зимы? Какая погода ждет Оренбурса в ближайшие выходные, расскажут синоптики областного гидрометцентра. Это новости дня, мы продолжаем. В Оренбургской области 540 участникам специальной военной операции или членам их семей предоставлены кредитные каникулы. Также можно реструктуризировать кредиты. Право на кредитные каникулы имеют оренбуржцы, которые до участия в специальной военной операции взяли потребительский кредит, ипотеку или кредитную карту. Отсрочкой выплаты подолгу могут воспользоваться и члены семей мобилизованных. Размер кредита или займа, а также их количество, не имеет значения. Федеральный закон, согласно которому участвующие в специальной военной операции оренбуржцы и члены их семей могут получить кредитные каникулы, вступил в силу в октябре 2022 года. За прошедшие месяцы в Оренбурже предоставлена отсрочка выплат по 540 договорам на сумму 348 миллионов рублей. С начала этого года свыше 12 миллионов рублей по 13 договорам. Чтобы оформить кредитные каникулы участнику СВО, либо членам его семьи, необходимо обратиться к своему кредитору. Ослабленный иммунитет, нестабильная погода и как следствие болезни. Весна – самое благоприятное время в году для развития витаминоза. В этот период организму требуется особое отношение и внимание, говорят врачи. Как пережить весенний дефицит витаминов и не причинить вред своему здоровью, и чем повышать иммунитет предпочитают оренбуржцы? Подробнее у Алены Кругловой. Весна идет, весне – дорогу. Дни стали длиннее, солнце – больше. По улицам бегут ручьи. И зачастую за такой погодой скрывается опасность. Недостаток витаминов в организме или попросту авитаминоз может спровоцировать снижение иммунитета. Как следствие, человек подвержен различным заболеваниям. Оренбургские медики подсказывают, как поддержать организм после зимы. Удлинить время сна. То есть хотя бы на часок побольше спать, чем вы спали в устойчивое зимнее время. Присмотреться к своему питанию, чтобы поменьше было того, что считается вредными продуктами. То ли это алкоголь, то ли это сладкие продукты, там, жирные и так далее. Уменьшить вот это вредное влияние, и тогда организму станет легче. Но главное в своем рационе увеличить количество витаминов. Это касается как употребления минерально-витаминных комплексов, так и продуктов, в которых они содержатся. Особое внимание нужно обратить на витамины групп А, В, С и Д. Здесь упор делаем на кисломолочную продукцию, ведь именно в ее составе присутствуют витамины А и В. Витаминами С обогащены цитрусовые фрукты, киви, а также брокколи. Витамин Д содержится в жирной рыбе. Также стоит не забывать про употребление железа и кальция. Употреблять витаминные комплексы советуют и сами врачи. Но ко всему нужно подходить с умом и осторожностью. Передозировка витаминами может нанести пагубное влияние вашему организму. Особое внимание хотелось бы заострить на витамине Д, который люди сами себе назначают, услышав от того или иного знакомого. Витамин Д может как принести пользу, так и нанести вред. Поэтому его применение необходимо только после сдачи определенных анализов и назначения врача-терапевта. Специалисты рассказывают, что с приходом весны спрос на витамины и комплексы традиционно растет. Также среди ходовых товаров противовирусные и иммуномоделирующие препараты. Сами же оренбуржцы признаются, что не чувствуют усталость и утомляемость. Стараются всеми силами поддержать организм после зимы. В нынешней сезоне больше я люблю покупать овощи, фрукты, чтобы свежая зелень была. У меня в постоянном рационе, я слежу со своим питанием и постоянно на остальные фрукты, овощи. Готовимся, конечно, витаминчики, фрукты, овощи кушаем. Витамин Д3 обязательно, ну и в течение всей зимы. Ну а так витамин С, кальций пьем, калий, магний. Вообще мы употребляем весной витаминизированные чии. Это с лимоном, апельсином, компоты регулярно, каждую неделю пьем. Крепкий здоровый сон, уменьшение нагрузок и увеличение полезных продуктов – залог того, что период авитаминоза пройдет с наименьшими потерями для здоровья организма. Алена Круглова, Семен Воробьев, Новости дня. На территории области ожидается потепление. Такое заявление делают синоптики областного гидромедцентра. Однако с приходом настоящей весны возрастают опасения специалистов. Лед становится рыхлым и его толщина с каждым днем становится все меньше. А значит, возрастают риски провалиться в воду. Однако некоторые оренбуржцы до сих пор пренебрегают правилами безопасности. Виолетта Широкова о прогнозе метеорологов и опасениях спасателей. В гидромедцентре предупреждают – март будет теплее обычного. Однако из-за постоянного порывистого ветра пока это слабо ощущается. В начале недели днем плюс четыре, минус один. На востоке области будет на несколько градусов холоднее. В среду наша область будет находиться под леем восточной периферии антициклона. Ветер будет преимущественно северо-восточного восточном направлении. Поэтому сильно пока еще тепла в среду мы не ожидаем. И ночь со вторника на среду будет достаточно холодной, особенно на востоке области. Потепление придет в регион во второй половине недели. В четверг местами столбик термометра поднимется до плюс девяти. Прохладнее будет на востоке Оренбуржья. Там до плюс трех. Положительная температура будет наблюдаться уже и ночью – от плюс одного до минус четырех. В выходные, по прогнозам синоптиков, будет еще теплее – до плюс десяти градусов и до плюс четырех ночью. Весна вступает в полной мере в свои права. А это значит, что выходить на лед в это время года уже опасно. Несмотря на то, что полное вскрытие рек в нашем регионе, по прогнозам специалистов, происходит во второй половине апреля. В этом году ситуация может кардинально измениться, говорят в гидрометцентре. Урал у пешеходного моста в областном центре уже свободный ото льда у берегов. Несмотря на то, что даже визуально уже лед не выглядит прочным и находиться на нем откровенно небезопасно, многие продолжают это делать. На водоемах регулярно появляются рыбаки, которым сотрудники МЧС делают предупреждения. Однако меньше желающих от этого не становится. Особое внимание детям. Специалисты просят проявить бдительность родителям. Не лишним будет еще раз напомнить о том, что игры на водоемах в марсе могут быть опасны. На водных объектах существует много опасных мест. Это в первую очередь береговая линия, где очень много пустотелостей и карманов. Именно здесь, как правило, выходят дети на эти участки, пробуют толщину льда ногами и проваливаются. Поэтому первое правило – ни в коем случае взрослым не отпускать детей в данный период времени на водоемы, проводить с ними профилактические беседы, чтобы они не выходили на водоемы в данный период времени, когда толщина льда с каждым днем становится все меньше и меньше. Сотрудники ГИМС призывают оренбуржцев не пренебрегать правилами безопасности. Лед может тронуться практически в любой момент. И не всегда рядом окажется тот, кто спасет вам жизнь. Виолетта Широкова, Алексей Назин, Новости дня. О спорте. Голевая феерия в Сочи. В 19-м туре российской премьер-лиги футболисты Оренбурга одержали сокрушительную победу на юге страны. Наш клуб, ставший главным открытием первой части розыгрыша, продолжает удивлять и сейчас. После невзрачного рестарта в Грозном, оренбуржцы устроили форменный разгром сочинцам, которые в предыдущем туре обыграли одного из главных фаворитов сезона ЦСКА. Подопечные Бердыева вышли в самом, что ни на есть, боевом составе. И в первом тайме владели инициативой. Попали в штангу. Но перед самым перерывом их ждал неприятный сюрприз. Сумасшедший удар удался Кириллу Копленко. Это его первый гол за Оренбург и сразу такой красивый. Во второй половине встречи выявилась разница в функциональном состоянии команд. Гости выглядели на порядок основательных хозяев. Сегодня мы были сильнее во втором тайме. Первый тайм довольно-таки плохо. Где-то проще играли, где-то скромнее. А второй тайм мы были физически сильнее и опережали их в каждом компоненте. В начале второго тайма еще один футболист Оренбурга открыл свой лицевой счет. Защитник Перес отлично сыграл головой после навеса Башича. А Басниис вскоре отличился и сам, оставив неудел всю оборону южам. Спустя пять минут после гола Башича гости провели резкую контратаку, выйдя три в одного. Сочинцы пытались выбивать, но мяч упорно отскакивал к нашим, пока Ковалев не отправил его в ворота. За весь матч Оренбуржцы нанесли восемь ударов. Из них пять в створ. Четыре оказались точными. Завидный КПД. Первый тайм, что мы уходили со счетом 0-1 для нас, это было, как бы, можно сказать, большое счастье. Потому что у нас игра не складывалась. Когда мы быстро забыли этот гол на 2-0, уже более успокоились. Более были какие-то игровые моменты через короткий пас, выходы с мячом. Ближе к концовке сочинцы еще раз угодили в штангу, но это был скорее эпизод. В наших тоже возникали моменты. В итоге результат прекрасный. 4-0. А учитывая, что в первом круге было 4-1, Сочи в этом сезоне для нас удобный соперник. В первом тайме достаточно неплохо играли. Имели ряд моментов. Но второй быстрый гол. Все-таки ребята дальше стали играть авантюрно. Чем поплатились мы вместе с командой. Следующий соперник Оренбурга в рекламе не нуждается. В субботу примем «Спартак». Анатолий Юденич, Анатолий Филатов. Новости дня. На этом пока все. Напоминаю еще больше информации на нашем сайте урттв.ру. Присоединяйтесь и к группам телеканалов в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Милые дамы, красоты вам и вашим ножкам. Заботьтесь о себе в клинике «Варикоза нет». В марте приглашаем на прием флеболога Сузьевин всего за 990 рублей. Клиника «Варикоза нет». 486-487.